Дорогие друзья, сегодня мы с вами начинаем цикл лекций, посвященных мировоззрению древних и средневековых кочевников Центральной Азии. Но прежде чем рассказывать о религиозных верованиях и обрядах древних кочевников, необходимо остановиться на двух моментах. Первый момент связан с хронологическими рамками нашей проблематики. Мы будем говорить с вами о двух исторических периодах. Первый период – это эпоха поздней древности, которая включает такой отрезок времени, как первое тысячелетие до н.э. и середина первого тысячелетия н.э. И вторая эпоха – это эпоха Средневековья. Мы будем рассматривать такие хронологические рамки, как VI-XI века н.э. В рамках эпохи поздней древности мы будем говорить о мировоззрении таких знаменитых народов, как Саки, Позырикцы, Хунну, Сяньби, Жужани. А рассматривая эпоху Средневековья, мы будем говорить о мировоззрении тюркоязычных кочевников, в частности тюрок, уйгуров и кыргызов. Второй момент, на котором нам следует с вами остановиться, это то, что при изучении религиозных верований древних и средневековых кочевников ученые сталкиваются с такой трудностью, как недостаток письменных источников. Особенно это относится к эпохе поздней древности. И здесь на помощь исследователям приходит археология и этнография. Второй момент, на который нам с вами необходимо обратить внимание, это то, что мы будем использовать структурно-семиотический подход. Суть данного направления заключается в том, что любой объект культуры имеет двоякое значение – функциональное и скрытое семантическое. Например, функция ручки для того, чтобы писать, а скрытое семантическое значение заключается в той социальной информации, которую мы можем из нее получить о ее владельце, например, о его материальном благополучии. Другой пример – это погребальный обряд. Функция погребального обряда в том, чтобы избавиться от тела умершего человека, а скрытое семантическое значение заключается в том, чтобы обеспечить благоприятный переход души умершего в иной мир. И вот, опираясь на данный подход, мы будем с вами действовать по следующей схеме. Первый наш этап исследования – это структурирование погребальной обрядности кочевников, которая будет выступать основным источником мировоззрения. А второй аспект – это выявление как раз скрытого семантического значения отдельных элементов погребального обряда, но и на основании этого реконструкция уже целостной картины. Данный подход мы будем активно использовать при изучении мировоззрения скифосахских народов Центральной Азии, поскольку они, во-первых, не обладали своей письменной культурой, а во-вторых, существуют только небольшие отрывочные сведения античных авторов о их мировоззрении и материальной культуре. Итак, мы с вами переходим непосредственно к изучению религиозных обрядов и верований народов Центральной Азии, скифского периода и, в частности, поговорим о модели мира кочевников на примере мировоззрения знаменитого народа позырыкцев. Дело в том, что неизвестно само название этого народа, поэтому название ему дано по наименованию археологической культуры позырыкской, и мы будем использовать этот термин позырыкцы. Правда, некоторые исследователи полагают, что позырыкцы – это юэджи, которые упоминаются в китайских источниках, но всё-таки мы будем следовать более традиционной точки зрения о том, что позырыкцы – это название именно по археологической культуре народа. Итак, согласно археологическим данным, погребальный обряд позырыкцев предполагал следующие элементы. Первое – это возведение кургана. При этом насыпь кургана имела округовую форму, могильная яма имела подпрямоугольную форму, внутри неё устанавливался деревянный сруб, вдоль северной стенки сруба располагалось сопроводительное захоронение лошади, а внутри сруба помещался скелет человека. При этом умерший был ориентирован головой на восток и лежал в скотченном положении на правом боку. Итак, первый этап исследования мы провели, структурировали погребальный обряд, и теперь наша задача выяснить, почему именно указанные элементы присутствовали в погребальной обряде, а не какие-то другие. Начнём со структуры курганного сооружения. Мы с вами отметили, что насыпь кургана была именно округлой формой. Согласно мифологическим традициям индоевропейских народов, круг символизировал, как правило, солнце, бесконечность. Аналогичные воззрения существовали и саяно-алтайских тюрок в эпоху Средневековья. Имеются такие же сведения и в китайских источниках. И согласно всем этим данным, как правило, древние народы полагали, что верхняя часть мироздания имеет округлую форму в виде купола. Поэтому погребальным сооружениям часто древние народы, в том числе и кочевники, придавали именно округлую форму для того, чтобы показать, что это символ верхней части модели мира. Второй элемент кургана – это подпрямоугольная могильная яма, которая имела именно форму четырехугольника. Если мы обратимся к письменным источникам китайским, античным, то увидим, что как раз древние народы полагали, что реальный мир, где жили люди, имеет форму именно четырехугольника. Такие сведения содержатся, например, у Геродота, в знаменитом китайском источнике каталог «Гор и морей». И не случайно даже можно обратить внимание на выражение «дойти до края света». Это как раз показатель того, что реальный мир рассматривался именно как четырехугольник. И поэтому кочевые народы с оружия погребальный объект делали внутримогильную конструкцию именно четырехугольной формы. Размещали сруб, который являлся имитацией реального жилища, располагали предметы быта для того, чтобы все создавало представление о том, что это реальное пространство именно в модели мироздания. Наконец, если мы обратимся к археологическим и этнографическим данным, мы опять же сможем узнать о том, что существовали представления у древних и средневековых кочевников о Нижнем мире. В частности, исследование ковра из Пятого Позырского кургана показало, что у кочевников были представления о том, что человек после смерти отправляется в загробный мир, он попадает к великой богине, которая восседает на троне, держит в руках ветвь дерева, как символ мирового древа, и тем самым он проходит определенные испытания. В структуре кургана данный элемент модели мира выражался тем, что совершалась либо каменная обкладка дна могилы, либо делался деревянный настил, либо просто войлочный настил, который четко отделял именно средний мир, где располагался сруб, о котором мы говорили, от нижнего мира. Таким образом, курган в модели мироздания кочевников представлял собой своеобразную тернарную структуру Вселенной, состоящую из трех миров – верхней, средней и нижней миры, которые отражали основные космологические воззрения кочевников. Важный элемент погребального обряда – это положение и ориентация умершего относительно сторон горизонта. Если мы обратимся к истории религии, то можем увидеть, что умерших часто ориентировали по заходу либо восходу солнца, иногда ориентировали в сторону наиболее высокой горы, которая являлась символом мира, могли ориентировать в сторону предков, то есть ту сторону, откуда считался, пришел древний народ. Анализ погребальной обрядности Позырикса показал, что в данном случае умершие были ориентированы головой на восток, и это связано с тем, что солнце выступало в данном случае символом возрождения, и тем самым, ориентируя в это направление горизонта, кочевники полагали, что возрождается душа умершего человека. Следующий элемент погребальной обрядности – это положение умершего в скотченном положении, именно на правом боку. Опять же, если мы обратимся к данным по индоевропейской и индоиранской мифологии, то мы можем обнаружить интересные такие моменты. В частности, правая сторона выступала как маркер именно верхнего мира, точно так же, как и восточное и северное направления горизонта. Поэтому кочевники и помещали своих умерших на правом боку и головой на восток, поскольку все указанные элементы должны были показать, что умершие отправляются в загробный мир, именно в восточное направление, и этот загробный мир располагается как раз в верхней части модели мироздания. Интересный элемент погребальной обрядности у кочевников Алтая связан с сезонностью захоронения. Дело в том, что было проведено специальное исследование, которое показало, что кочевники хоронили своих умерших преимущественно весной либо осенью. Естественно, возникает вопрос, почему складывалась такая ситуация. Здесь есть объяснение, состоящее из двух моментов. Во-первых, зимой, безусловно, наибольшей была смертность у кочевников, но зимой похоронить было очень трудно, и поэтому умерших оставляли как раз до весны, когда удавалось соорудить погребальное сооружение, когда грунт был не такой мёрзвый. А в осенний период хоронили, потому что на осенний период приходилось начало нового года у кочевых народов. Это связано как раз с тем, что осенью кочевники откочевывали на зимние пастбища, и к этому был приурочен новый хозяйственный и, соответственно, годовой цикл. Поэтому те, кто умирали летом, их тоже оставляли до осеннего периода для того, чтобы приурочить погребение именно к началу нового года. Во всяком случае, все элитные захоронения, все царские захоронения сооружены именно в осенний период для того, чтобы умерший правитель мог благополучно перейти в новый мир, в загробный мир и там обрести вечный покой. Интересный момент погребальной обрядности у кочевников-позыриксов связан с обычаем бальзамирования. Дело в том, что долгое время считалось, что практика бальзамирования характерна только для земледельческих народов, и наиболее знаменитые здесь, конечно, египтяне. Но исследования середины XX столетия, а затем и конца XX столетия, показали, что обычай бальзамирования был характерен для других народов, в том числе и для кочевых. И в частности, благодаря раскопкам Сергея Ивановича Руденко, Наталье Викторовне Повосьмак и ряду других ученых удалось обнаружить несколько мумифицированных захоронений в курганах. Естественно, возникает вопрос, с чем связана практика бальзамирования и какое она имела распространение в социальном аспекте. В данном случае необходимо отметить, что способы бальзамирования отличались достаточной сложностью. Здесь использовались различные растения, благовония. Кроме того, проводились разные манипуляции непосредственно с костями для того, чтобы ввести консервирующие вещества. Но, тем не менее, конечно, по сложности эти способы уступают египетским. Необходимо отдельно остановиться на социальном аспекте обыча бальзамирования. Первоначально считалось в середине XX века, когда только были обнаружены первые мумии, что этот обычай был характерен только для элиты и для правителей кочевых обществ. Однако исследования конца XX столетия на плату Лукок на Алтае показали, что этот обычай имел более широкое распространение. Дело в том, что на Лукоке были найдены погребения, представители разных социальных групп, которые тоже были подвержены обычаю бальзамирования. Поэтому совершенно очевидно, что данная практика была характерна в целом для кочевого общества, хотя, безусловно, варьировалась по сложности в зависимости от социального и имущественного положения кочевников. Важно отметить, что это истоки данной традиции, то есть откуда взялся обычай бальзамирования у кочевников. И здесь необходимо, конечно, затронуть вопрос этнокультурного характера. Дело в том, что до настоящего времени однозначно неизвестно, откуда все-таки пришел ли позырыкцы, но в то же время совершенно очевидно, что этот народ мигрировал с Запада, то есть, возможно, либо с территории Ирана, либо с территории Малой Азии, то есть современная Турция. И так или иначе, принес с собой многие элементы материальной и духовной культуры, в том числе и обычай бальзамирования, очевидно, проник с территории Ирана.